Здравствуйте, друзья! У нас сегодня гость на канале, зовут гостью Анна, а вот все остальное она уже сама расскажет. Вот, где живете, как, как, чего. И у нас тема хорошая для обсуждения, поэтому давайте так, сначала о себе пару слов, потом на тему. Договорились. Здравствуйте, Михаил. Здравствуйте, подписчики Михаила. Как Михаил меня уже представил, меня зовут Анна, и я с семьей живу в штате Небраска. Статус у меня pending asylum. Это значит, что мы с семьей подали документы на получение политического убежища, но никакого решения по нам еще не принято. Я извиняюсь, давно подавали? Подавали летом 2016 года. То есть два с половиной года. У вас с иммиграционным офицером было уже интервью или вы еще нет? Да. Было интервью две недели назад, никакого вердикта еще нет, и, как показывает практика, мы можем ждать его довольно долго, вплоть до года или даже более. Вот даже так? Да, у меня есть несколько знакомых семей, кто столько времени уже ожидает, и нет никаких даже приблизительных временных рамок, когда они получат это решение. Потрясающе, потрясающе, конечно. А я извиняюсь, вот там, где вы живете, вот этот, в Небросском штате, в таком, значит, там... Да, там, в Чикаго. Вы относитесь к чикагскому офису? Да. Ну, там много народу, конечно. Ну, хорошо. Так, может быть, тогда пару слов о профессии вашей, образовании, профессии, муж. Вы, я вижу, там игрушечки детские, у вас лежат, там, наверное, детки есть. Ой, их видно? Видно немножко, да. Они не мешают, они очень дарят место. Хорошо. Так. По профессии я математико-экономист, и мне так повезло, я и работала. По специальности начинала с экономиста, продолжила бизнес-аналитиком, и впоследствии стала финансовым директором коммерческой организации. А где было дело географически? Дальний Восток, Хабаровск. Теперь уже... Дальневосточница? Да. То есть вы прямо тамошняя, да, там? Оттуда? Там родилась всю жизнь. Понял. Там прожила и там же познакомилась с супругом. Ага, хорошо. У меня все связано с Хабаровском, да. Так, а супруг чего? Супруг, он строил карьеру в РЖД. Довольно неплохо у него получалось, но обстоятельства нас вынудили покинуть страну и обосноваться здесь. Он сейчас работает, работает дилершип, дилерский центр BMW и, в общем-то, там у него тоже получается все довольно неплохо. Часто спрашивают, знаете, говорят, а вот я железнодорожник, как там с железными дорогами? Наверное, ваш муж интересовался этой частью? Интересовался. Это было примерно год, может быть, полтора назад. Так. На тот момент у него еще английский был довольно слабый. Но, тем не менее, это ему не помешало получить предложение на тест, такой экзамен, для тех, кто баллотируется на должность железнодорожника. Да. Его позвали, он принял это приглашение, но поскольку тест был аудио, у него еще не были достаточно развиты навыки, и он не справился с данным тестом. Больше никаких этапов интервью, собеседований, ничего не было. А что, какого рода профессия была? То есть, это надо было там где-нибудь обходчиком путевым по рельсам стучать, или что-то более серьезное? Что-то в районе слесаря предполагалось. Я, к сожалению, не смогу сказать. То есть, в депо где-нибудь там? Да. Ну, как паник, может быть. То есть, есть работа все-таки? Есть железные дороги, есть работа? Есть работа, много в России, действительно, объявлений много. Ну, нужно знать просто английский. По железной дороге. То есть, вот, есть надежда у людей. Хорошо. Хорошо. Значит, в итоге, я понял, муж у вас работает в дилершипе, он селлосперсом, да, продает машины? Селлосперсон, он ауэромотив технишн. А-а-а. Русский говоря, механик, да. Механиком, приводит в машину в боевое состояние? Он работает как с абсолютно домами машинами, которые готовят к продаже, да, в том числе и теми, которые привозят на ремонт. Ну, достойно оплачивается, можно жить? Более чем. В данном семье, в данном случае, в нашей семье работает только муж. Так. И, ну, плюс еще Небраска, штат достаточно доступный, скажем так. Поэтому нам хватает. Ну, давайте пару слов насчет доступности, может быть. Что вы снимаете? One bedroom, two bedroom? У нас one bedroom. И платим мы на протяжении всех уже более чем два с половиной года. Да. 50 долларов. Сколько это у вас? 550. 550. У вас одна деточка, да? Да. Девочка, видимо, там, судя по куклам. Девочка, да, ей 8 лет. А, она большая девочка. Хорошо. Как девочка восприняла перемену в жизни? Удивительно, но очень легко. Когда мы уезжали, ей было 5 лет. И процесс адаптации у нее практически ничего не знал. Мы сразу же пошли в kindergarten. В садик. В школе, да. Хорошо. Давайте теперь с мужем, я знаю, картина ясная. То есть он работает техником. Может быть, у него планы есть на будущее. Но пока что он так застабилизировался. Теперь, вы у нас чем занимались, чем собираетесь еще, что произошло с вашей жизнью? Собственно, ради чего мы здесь с вами собрались, да? Да, да. Но мы так органично приближаемся. Я начну издалека. Так. Когда мы только эмигрировали, у нас не было четких планов, куда пойти, чем заниматься, собственно, как конкретно обустраивать свою жизнь. Ну, так вышло. И первые полгода, можно сказать, что мы приходили в себя, адаптировались, мы ждали свои разрешения на работу. И начальная цель у меня была, то есть мы планировали, как только я получу разрешение на работу, попробовать устроиться, например, в Walmart или в какой-то общий ПИД. Ну, просто какую-то стартовую позицию. Просто в доме не сидеть. Нормально. Английский питьянуть. Английский был? Английского не было. Будет несправедливо сказать, что его совсем не было. Базовый какой-то уровень у меня был. То есть если со мной нейтив спикер долго о чем-то говорил и объяснял на пальцах, в принципе, до меня смысл доходил. Но ответить не было, да. И тем более что-то бегло читать, писать. У меня ни у мужа не было. У мужа было еще печальнее все. Поэтому мы вот такие в языковом плане были коллеги. Но по мере того, как приближался срок, когда мы должны получить по всем правилам разрешение на работу, то есть приблизительно через 5 месяцев, я честно скажу, я не знаю, как так получилось, но у меня стали появляться мысли, в том числе и YouTube способствовал тому, получить образование в США. И это было просто на уровне каких-то разговоров поверхностных совершенно. Как вот, когда мечтаешь о чем-то и думаешь, а вот что было бы, если бы, а как было бы здорово. И как-то обо всем этом говоришь как о какой-то отдаленной перспективе. Образование в США как цель или как средство достижения чего-то? На тот момент у меня не было даже такого понимания. То есть вот хорошо, мечта такая, как бы фантазия, так сказать, фантазия. Да. И в один из вечеров мы с мужем рассмотрели такую идею, почему бы не попробовать сработать по такой схеме, что сначала муж работает, я учусь, а потом наоборот. Если бы, конечно, у него получилось устроиться на хорошую работу изначально. Сказано, сделано, я стала уже более активно заниматься поисками каких-то возможных вариантов для меня. И когда я поняла, что нет чего-то более... Когда я поняла, что я еще не определилась, кем я хочу стать, здесь, с чего начинать, я просто решила готовиться к экзамену TOEFL. Я что узнала точно, что мне предстоит этот экзамен сдавать, если я хочу куда-либо поступать. Соответственно, будем начинать с малого, и я приступила к подготовке. Ну, вы тогда скажите уже для тех, кто не знает, что это за экзамен такой TOEFL, зачем? Да, экзамен TOEFL предполагается для всех иностранных студентов. Он состоит из четырех частей. Listening, Speaking, Writing и Reading. То есть по английскому языку? Да, по английскому языку. Я хочу только сказать, что это не только, если студент иностранный, но если, допустим, вы уже эмигрировали, да, допустим, вы там с Green Card и даже с гражданством, я не знаю что, и вы хотите учиться, и вы последние четыре года школы не учились в США, то вам придется его сдавать. То есть не нужно приезжать учиться из-за границы, достаточно просто быть с иностранным образованием, не с местом. Да, не все сто процентов будут обязаны его сдавать, есть там свои нюансы, но я попадала под большинство, кому нужно было бы его сдавать. Хорошо, не вдаваясь в детали TOEFL, это многие люди об этом рассказывают, нам сейчас не это важно. Вы скажете, я так понимаю историю, вы говорите, пойти бы поучиться чему-нибудь, чему, не знаю чему, но TOEFL сдавать придется, пойду учить TOEFL. Сколько времени ушло на то, чтобы выучиться и дойти до уровня, когда вы сдали этот TOEFL нормально? Приблизительно шесть месяцев. Так быстро? Это очень быстро. Быстро. Я бы не сказала, что это быстро. Нет. Я сдала первый раз его на восемьдесят шесть баллов, и среднестатистически данного балла хватало бы пройти проходной балл в средних университетах. То есть я подводила статистику, я смотрела, каковы минимальные баллы, и у меня, в общем-то, он был даже выше этих минимальных. Но я на тот момент, когда прошли эти первые полгода, я уже загорелась чем-то более амбициозным, мне уже захотелось большего. Я не хотела удовольствоваться только каким-то, будем назвать их средними. Средними, да. Вам захотелось бы Ави Велик куда-нибудь? Да, конечно. Нет, даже не так. Да, про Ави Велик я даже не думала, потому что мне казалось, что это что-то заоблачное, и, честно признаться, я не считала, что я достойна таких университетов, тем более, что, когда я посмотрела на их acceptance rates, проценты одобрения, ну, это очень демотивирует, на самом деле. Да, да. Да. Да, сложно попасть, конечно. И когда я сдала TOEFL и получила свой первый балл, 86, я подумала, наверное, я справляюсь неплохо, я вернусь к этому экзамену позже, а сейчас буду готовиться к GMAT. GMAT – это уже стандартизированный экзамен, и в большинстве своем его сдают те, кто хочет поступить на MBA, Master of Business Administration, программу. Вот название такое, как будто по математике. На самом деле расшифровывается не со словом математика, сейчас не буду врать, можно быстро посмотреть. В данном экзамене оцениваются такие навыки, как аналитическое мышление, критическое мышление, проверяются школьные знания по математике. Нет, линейной алгебры там не было. Ну, главное там скорость мышления. Где-то на уже высоких баллах, если человек идет по верхней границе, это адаптированный экзамен, я позже скажу, что это значит, то ему могут попадаться задачи на смекалку. Но их довольно мало, и чтобы считаться outstanding… Выдающимся таким. Довольно, да. Да, то есть, ну, скажем так, выдающимся, достаточно 680 баллов. А какой максимум? Из 800. Вау, 680 из 800, окей. Да, почему я так говорю, у меня вообще есть одно видео, я там более подробно излагаю, но если вкратце, то я сдавала этот джемат 4 раза, и только с четвертой попытки я набрала 690. То есть, вы набирали просто меньше, вам не хватало этого, да? Да, нигде нет такой четкой градации, что вот ты набираешь 680, и ты считаешься уже достойным на подачу в какие-то топовые университеты. Такого нет, но у меня есть наблюдение, на моем личном мере, когда я сдавала экзамен, это первые три раза, и даже третий раз у меня был 640 баллов, мне не приходило никакого письма ни от этих тестовых центров, ни от mba.com. mba.com – это тот ресурс, с чего все начинается, где нужно регистрироваться на экзамен, получать какие-то инструкции и все прочее. А здесь, после сдачи экзамена 690, мне вдруг приходит сообщение с поздравлениями и с уведомлением о том, что наконец-то я готова, без слова, наконец-то, что я сейчас уже созрела для того, чтобы подаваться в серьезные университеты, и предлагает мне даже список каких университетов, и я вижу, что там те университеты, о которых я раньше даже мечтать боялась. Но вы к этому моменту уже представляете, по какой профессии, менеджер какой-то? Да, mba. Мне хотелось mba, потому что было много разговоров об этом на ютюбе, и я подумала, у меня есть управленческий опыт в России, значит, наверное, это мое, это то, что мне нужно. Вот вы финансовым директором сказали были в Хабаровске. Это вам сколько тогда годиков было, когда вы стали финансовым директором? Лет 25? Около того. Понял, хорошо. Я сейчас 26, 26-27, 3 года я и не была. Я понял, понял, хорошо, так, ладно. То есть из ранних такая вот, можно сказать, недооценивала себя, приехала в Америку и себя, значит, там недооценивала. Ладно. Я просто трезво оценивала ситуацию, я понимала, что даже с опытом управления я на первом этапе кассир, может быть. На первом этапе не важно, что делать, конечно. Итак, итак, стали письма приходить, вы чего? Пришло письмо, я подумала, что, наверное, это хороший сигнал, значит, нужно брать быка за рога и уже ускоряться как-то с процессом подготовки, поступления. И тогда я еще тоже не знала, что на самом деле мой конечный выбор будет не MBA, а MBA, вот если MBA расшифровывается как Master of Business Administration, MBA, слово Business, там меняется на слово Public, Master of Public Administration. Есть разные вариации данных программ, возможно, Master of Public Policy, возможно, Master of Science in Public Policy Management Program, вот очень много. Но база у них у всех очень схожая. А как вдруг пришло к этому? То есть мы, может, еще и не знали, что есть такое, и вдруг раз там будет. Это на самом деле какое-то... Назвать, наверное, чудом будет не очень. Так. Правильно, да. Я скажу, что я даже в какой-то момент действительно сама задалась вопросом, как я вообще попала на информацию об этих программах, что они существуют. Я не нашла об истории поиска YouTube, что меня к ним привело. Ну, возможно, какая-то контекстная реклама, возможно, что-то из рекомендованных справа, вот списком. Я не помню. В сам момент, то есть, давайте, в сам момент, что я поняла, что мне это, возможно, интересно, я не помню. Но когда я это увидела, от какого-то университета, это был ролик 7-8 летней давности, меня это сильно зацепило, и мне захотелось дальше искать информацию на эту тему. Чем больше я искала, тем больше я понимала, что данная сфера, на самом деле, довольно серьезно развита здесь. в Америке. Много, очень много программ на подобную тематику, и все они мастерские, имеется в виду мастер. Есть даже такие, вот, как, например, в Boston University, Social Impact MBA называется. Сохраняется часть MBA, но с уклоном на Social Impact. А вот такой вопрос, почем вещь вообще, то есть, сколько стоит MBA пойти получать? Зависит, опять же, от уровня университета, но из тех, что я смотрела, программа длится два года, и все вместе это бы стоило минимум 90-100 тысяч. Это с проживанием на кампусе или кроме проживания? Да, без размещения я не брала расходы на проживание, на размещение. То есть чисто tuition? Туишн плюс косвенные какие-то расходы они считают на учебники, да, плюс медицинскую страховку кто-то включает, кто-то нет, но вот все вместе, ну, я рассчитывала на то, что больше 100 тысяч потребуется за два года. Ну, а чего так дорого-то? Ну, все-таки, вы же, вы что, идете как иностранный студент, что ли? Вы же уже местные, вы же больше года прожили в США. Вы должны идти там по всем этим субсидированным штатами программам, если вы в своем штате, конечно. Это отдельный момент, который можно тоже проговорить. Я списывалась, прежде чем куда-либо что-то подавать, я списывалась с каждой приемной комиссией, каждого университета, и все как один. Я на самом деле очень боялась, что с моим статусом меня сразу же будут отфоболивать, как только узнают, что я тут даже еще не беженец в подвешенном таком состоянии, и будут давать мне отворот-поворот. Но все мне говорили, все отвечали, что нам безразличен ваш статус. Да хоть иностранный, короче. Да, что кто-то говорил, что иностранный, кто-то говорил, что у нас тут есть какие-то программы. То есть вы идете как интернациональный студент у нас, но, возможно, там какие-то послабления. Я понял. Поэтому они с вас хотели полную сумму, что вы иностранный студент. То есть вы не идете как местные. Я им писала с запроса, есть ли у вас полное финансирование. Возможно, есть ли шансы у меня. Степендики такие. И всегда говорила, как есть, что вот такой вот у меня статус. И большинство отвечали, что у них нет стипендий, которые бы рассчитывали нужду абитуриенту. Имеется в виду, считали его доход, сверяли с предполагаемыми затратами, на причине и так далее. Они смотрят исключительно по его merits, достижениями. Достижениями. Что он делал в прошлом, имеется в виду, какое образование, опыт работы, чем он может похвастаться. И особое внимание, наверное, можно догадаться, уделяет эссе. Собственно, то, с чем ты пришел в этот университет, почему ты хочешь именно туда попасть. Эссе – это такое сочинение какое-то? Да. Сочинение на заданную тему. Кто-то требует два, эссе – кто-то одно. Но всегда есть еще optional эссе. Ты можешь сам для себя решить. Нужно писать какое-то дополнительное эссе на тему, например, почему у меня был вот такой вот пропуск в опыте работы или почему у меня были недостаточно высокие баллы в моем аттестате, в моем дипломе. То есть это можно дополнительно разъяснить. Это на самом деле может быть маленькой дополнительной гирькой на весах вашу пользу. То есть так маленькая гирька раз туда. Когда сравнивают разных людей, там же вы же не одна, да? Они говорят, если у тебя есть что-то, давай. Они говорят, давай еще напиши, давай, давай, мы положим, гирьку положим. Так. И так, на чем мы остановились? И все мне отвечали, что все зависит от вас, от ваших вот этих вот достижений. И дальше мы уже будем определять, насколько вы отличаетесь от других кандидатов. И примем по вам решение давать вам стипендию. И если давать, то в каком размере. Да, я просто хочу сказать, что вот ребятам, которые, может быть, не знают, но любопытствуют, сначала тебя принимают. А когда тебя принимают, тебе говорят, вот мы тебя принимаем, вот такие финансовые условия мы можем тебе предложить. Или там стипендию полную, неполную, частичную, там гранты какие-то, там еще что-то. То есть решение о приеме принимается, зачисление принимается без того, чтобы смотреть на финансовую ситуацию, о которой потом начинают уже разбираться. Все верно. Именно так. Итак, они вам говорят, давай, говорят, подавайся, значит, про деньги потом поговорим. Так все и было. И когда я поняла, что у меня нет нигде гарантированного ответа, что я на что-то могу рассчитывать, я просто решила выбирать программы по своим личным симпатиям. Кто что предлагал, я смотрела их предлагаемые курсы, смотрела содержание, наполнение самой программы. Ну и, конечно, мне были интересны рейтинги. В поле рассмотрения, вот какое количество программ могло быть? Ну там 30, 50, 20? Около 30. Около 30. Может быть 20. В чем проблема, например, подать на все 30, а потом из того, что возьмут, вот куда возьмут, уже смотреть, чего выбирать. Я сначала так и думала, я же добросовестная, я справлюсь, у меня есть какое-то запало, я, в общем-то, имею свободное время, буду подавать минимум 10, думаю. Но все равно определила для себя три ключевых университета. И начала с них. Когда я была на полпути податчик в первом, я поняла, что, наверное, на них трех я и остановлюсь, что оставшиеся семь отпадут. Цена, цена подачи, там, какой application fee, какое там, что нужно заплатить? В первом случае, в первом случае цена была 95 долларов, во втором нисколько, и в третьем мне ее простили. То есть, даже если бы вам не простили, то подать во все сразу 30, например, стоило бы не больше там тех там трех тысяч долларов. Но с учетом того, что где-то простят, а где-то и вообще не берут, только и того нет. Хорошо. Решила на трех остановить. Эти три были одного плана или так круто, чуть слабее и там чуть слабее, то есть по вертикали шли или в линейку? Я подавала в один совсем круто, Columbia Inversary, и два других, они приблизительно на одном уровне. Но, несмотря на то, что была Columbia на первом месте, имеется в виду по общему рейтингу, в том числе и самой программы, мне хотелось в другой месте. Но вы не смотрели так, что у меня есть там в штате Небраска? Вы смотрели, что там по стране? Я смотрела в том числе и то, что есть в штате Небраска. Здесь есть схожая программа, но когда я стала разбираться в ее специфике, мне она показалась недостаточно интересной, привлекательной. А что муж, вот, например, он говорит, ну что, говорит, Анюта, езжай в Нью-Йорк, я тебя здесь подожду или как вот? Мы решили, что будем решать проблему по мере их поступления. То есть он не возражал, в принципе, переехать? Нет, он до сих пор не возражается. Вперед просто скажу, что я еще не приняла никакого решения, потому что третий университет до сих пор думает. Он даже не начал еще процесс обсуждения, каких кандидатов будут набирать. Закончить это все аж в марте. То есть речь идет о том, чтобы начать учиться условно, там, 1 сентября 2019 года. С учебой? Так, значит, где-то они вот сейчас определяются. Так первые два, которые уже определились, они что сказали? Вот первая, Колумбия, она меня приняла, поздравила. Хорошо. Друзья, имя давайте поздравим. Что же так, а только они поздравят, и мы поздравим. Кто хочет поздравить, Анечка, ставит лайк под видео, так, чтобы она знала. Что касается стипендий, вы правильно сказали, они отдельно рассматриваются. Есть по fellowships, так называются стипендии, они тематические, скажем так, это не просто стипендия, а кандидат должен чем-то помимо учебы еще дополнительно заниматься. То есть что-то как-то вроде проекта. Параллельно. Только в марте тоже они будут решения. То есть решение о том, что принять есть, а на какие бабки нет. Да. Второй, кто был у вас? Второй был Boston University. Boston University, это вот тот самый, кто предлагает программу Social Impact MBA. Он дал мне стипендию в размере 50 тысяч на оба года, при условии, что когда я закончу первый год, мои оценки будут позволять получать стипендию в том же самом размере на протяжении второго года. То есть, грубо говоря, 2 тысячи в месяц вам дают, да? И, наверное, там есть общежитие, которое по сходной цене там какое-нибудь не такое дорогое, как снимать там в частном секторе, я не знаю. Было там про общежитие? Нет. Когда я писала еще им сообщение, где я саму себя представляла, я им сразу говорила, что мне не понадобятся затраты на проживание, потому что я с семьей у меня. Есть, добытчик. Окей, хорошо. Значит, так что, получается, из трех два уже принято. Да. Третьего ждем. При прочих равных, вы бы из этих двух, там, Columbia и Boston, Columbia в Нью-Йорке находятся. Значит, вы бы из этих двух какой взяли? Если бы так, при прочих равных. И там, и там мне дают полное финансирование, я бы выбрала Columbia. Да. Columbia. А, Columbia. Все-таки, хотя в Boston вам ближе там социально, там, с этим social impact, там, да? Нет, на самом деле я очень кратко расскажу, что такое MPA, Master of Public Administration, и все программы, схожие с данной программой. Они учат, как можно с помощью таких наук, как математика, экономика, эконометрика, где-то программирование. Ну, в общем, вы фокус поняли, аналитика, big data. Как можно с помощью вот всех этих наук улучшить жизнь обычных граждан, общества. Ну, работают они, где потом эти люди? В большинстве своем это non-profit сектор. Это либо правительственные организации, местное управление, штаб, федералы. Если вы будете работать потом в non-profit, то у вас не будет денег мужу на образование-то дать. Он уже готовится, дело в том, что ему повезло с его работодателем, его образовывают уже за счет компаний. Так, по какой части образовывают его? Все там же, по части technician. Просто он сейчас расширяет круг своих компетенций, чем он может заниматься. Пока остановились на этом. Да, но я опять же сказала, что это большинство, где-то порядка 30-40%. Есть же, возможно, вы слышали, corporate social responsibility. Конечно, конечно, да. Вот в данную отрасль уходит достаточное количество выпускников. В коммерческий сектор. Тоже есть, да. Сейчас и коммерческие должны быть social responsible. А то все грабят, деграбят. И в последние 5 лет, если я не ошибаюсь, 5 лет, может быть, 4 года, наметился усиленный тренд, что на данной инициативе, вот corporate social responsibility, они выбирают обороты просто геометрической прогрессии. И сами инвесторы, прежде чем определять, что куда они будут направлять, они уже добровольно интересуются подобной темой. Все больше и больше интереса финансовых институтов привлекается подобной тематикой. Ну да, в инвестирование тоже вот это вот social responsible, там, investing, да, это такая тема, она давно ходит, но как-то плодов пока не принесла вот таких, чтобы об этом можно было поговорить, а пишут, поскольку все равно на тему говорят, то пишут, что вот что-то не удается им пока освоиться. Вот как-то они вот начинают, как в social responsible, окончают опять бабками. Сейчас процент интересующихся порядка 25%. Четверть инвесторов они вот... Ну это очень хорошо, очень хорошо. Да, а еще в начале нулевых было менее 3%. Вопрос такой, что у вас с английским стало вот за это время? То есть понятно, что вы полгода там штудировали этот TOEFL, но все-таки прошло еще с тех пор какое-то время. Что у вас сейчас с английским? Как это? Улучшается? Все, кроме части speaking, все, кроме свободного говорения, у меня, я считаю, на довольно достойном уровне. А говорения у вас просто практики нет или что? Просто практики нет, да. У нас единственный человек в семье, кто говорит совершенно свободно, это ребенок. Ну это понятно, да, это понятно. Наработать навыки. А когда я сдала, вернемся, когда я сдала TOEFL, я приступила к джимат, и к нему я готовилась уже 10 месяцев. Это был мой самый большой челлендж. Вызов. Вызов, да. Муж поддерживал или говорит, ну ты тетка вообще даешь там. Как он вообще? Он воспринимал это все достойно, молча. То есть, ну не было ощущения у него, что вот что-то она время зря тратит и ерундой занимается. Он ни разу не такого не сказал. Нет, не сказал да, но вот не было ощущения, что он так, как-то чувствует вот так. Нет. Нет, ну хорошо, хорошо, так, молодец. Молодец. Даже когда я после третьего раза сдала этот экзамен и поняла, что я хочу еще, в принципе, у меня был с третьей попытки довольно неплохой бал, но мне хотелось больше. И когда я сообщила об этом мужу, он просто пожал плечами, повыбался и сказал, что надо так надо. Вы где нашли такого вообще? Где брали? Кабаровск. Ну а в институте, там на работе, где познакомились? Когда еще существовал такой мессенджер, как ICQ. Ой, ну это очень так. Да, мы в этом году отметили 10 лет с вами. Поздравляю, поздравляю. Хорошо. Но вы планируете еще девочек там? В перспективе? Ну в перспективе, да, конечно. В перспективе. Ну а сейчас зачем? Сейчас там учеба. Значит, ну что же, хорошо. Да, мы про английский не договорились. Давайте, давайте. Когда я уже сдала GMAT, я чувствовала в себе все силы, абсолютно подготовленной, пойти пересдать TOEFL. И пересдала, и получила уже 100 баллов. Но эти 100 баллов, они не объективны по одной причине. Я, возможно, на какой-то нервной почве, или вот я не знаю, чем я думала, когда я это делала, но я выпила слишком много воды перед самим экзаменом. А перерыв там, возможно, только один, строго по часам. И я поняла, что на части лысина это произошло, я больше не могу смотреть, когда это все закончится, и когда мне можно будет выйти на перерыв. Да. Я считала буквально минуты, и я сказала, можно я прерву экзамен, потом вернусь, мне нужно срочно. Мне сказали, у них такие правила, что есть определенное время, и только в этом случае можете выйти. Мне было деваться некуда, я сказала, что хорошо, значит, мы прерываем экзамен, но в части лысина я уже не возвращаюсь. И 17 вопросов остались просто неотвеченными мной. Да. Но мне это не помешало набрать такой балл. А первый раз еще раз? Сколько было первый раз? 86. То есть вы набрали 100 баллов, при том, что еще могли 17 подобрать? Ну, там не 17, там можно было еще 20. 20, ага. Но у меня части reading было не 30, это максимальный балл, а 28. Ага. Я уже не помню. Как? Ну, то есть вы, можно сказать, сделали показательное выступление и пошли домой. Да. Так. Хорошо, хорошо. Перерывы, то есть еще у меня было впереди две части, но у меня уже не имела возможности доделать часть 8. Этих баллов, в принципе, было достаточно для того, чтобы подавать документы в те университеты, которые мы уже упомянули. Мне просто было жалко тратить еще 200 долларов на этот экзамен. Такой вопрос. Глядя на... Ну, как не глядя, обращаясь к тем, кто нас смотрит, да, к нашей аудитории, ну, кроме истории, самой по себе, которая, как бы, понятная история, какой-то вот есть у вас месседж, вот там, кирпичи, ружья, там, ружья кирпичом не чистят, там. Это что-нибудь такое вот призем к действию какого-нибудь. Просто буду исходить из своего опыта. Месседж такой, прислушивайтесь к своим желаниям. Они могут быть неочевидны и не лежать на поверхности, но если вы вспомните, что же конкретно вам заставляет удовольствие, что вы можете делать часами и не уставать, и специальность, не название какой-то профессии, а именно сам навык. Город деятельности, да. Просто навык. И уже это будет являться ключевым определяющим моментом, что позволит вам преуспеть в дальнейшем. Если бы вы были сейчас моложе, там, я не знаю, на 10 лет, вот вы только познакомились с вашим супругом, или там, в смысле, только поженились, вы в тот момент, вы оказавшись в точно такой же ситуации, вы приняли бы точно такое же решение по части выбора профессии, там, вот, чему учиться, или все-таки это результат того, что вы какой-то жизненный путь прошли, и уже вот с высоты этого пути, глядя вокруг, глядя на себя, глядя на вокруг себя, на прошлое, на будущее, чем сказать, вот это, вы могли бы то же самое сделать 10 лет назад? Однозначно я бы не стала ничего менять. Я считаю, что та специальность, которую мне выбрала мама, а именно она мне ее выбрала, мне было абсолютно безразлично. Как мне сейчас кажется, тогда я не задумывалась, кем я хочу быть. и я поступила на специальность мат-методы экономики, и я считаю, что именно эта специальность дала мне толчок для того, чтобы построить дальнейшую карьеру, и чтобы, оказавшись здесь, чем я хочу заниматься. Давайте маме привет передадим. Она будет смотреть, а мы ей привет. Она его уже не получится, к сожалению. Ой, господи. Да. Я извиняюсь. Так, хотел как лучше. Услышать. Да. Хорошо. Значит, я когда вас слушаю, я думаю, что, зная нашу аудиторию, я думаю, что наш посыл состоит в том, что вещи, которые кажутся невозможными, они на самом деле гораздо более достижимы, чем может показаться. Поэтому не надо бояться мечтать, фантазировать, гнать от себя за виральные идеи. Вот не надо. Вот надо всему дать место в жизни. Правда? Обязательно. Я на своем опыте убедилась, что понимание обязательно придет. Понимание, чем конкретно ты бы хотел заниматься. Просто самое важное начать к этому готовиться. Возможно, нет еще на горизонте четко очерченной цели, на которую нужно целенаправленно идти, но есть просто желание, есть усердие, как вот есть англоязычный термин «grid». Это соединение настойчивости и страсти. Passion и persistence. Когда два вот этих понятия не соединяются, то в общем-то дорогого стоит. Такой вопрос может быть. Вот с точки зрения, ну, я не знаю, как ребенка восьмилетнего, хотя я считаю, что восемь лет это довольно взрослый человек на самом деле. но вот в глазах ребенка восьмилетнего и в глазах мужа, когда вам начали приходить вот эти вот приглашения, то есть, когда вам сказали «мы тебя берем в один, мы тебя берем в другой», вы почувствовали, что как-то они по-другому стали к вам, может быть, относиться немножко, как-то с большим перитетом или там как-то вот так почтением, я не знаю. Мамка-то у нас не просто так, мамка. дочь сказала «ну поздравляю, она просто еще не осознает, что произошло в этой цене». Так, так. Тем более, что у нее в нашем, наверное, в нашей терминологии личный классный руководитель, основной учитель, она как раз в тот момент, когда я поступала, у нее старший сын поступал, и более того, я даже обратилась к ней за помощью, даже не в написании, а просто, чтобы она посмотрела, насколько корректно я излагаю мысли. Мне казалось, что я слишком сложно это делаю. То есть, дочь, она у меня в этом в принципе не то, чтобы варилась, но она знала, что как оно происходит, и ей это не казалось чем-то таким заоблачным, чем-то нестандартным. Ну, берешь и делаешь, да, понятно. А муж просто сказал «я знал». Вот, ты понимаешь, вот и вот так. Ну, может действительно знал, он может вас давно знает, вот, и вы как бы являли ему образцы как бы пробивной силы такой. Было такое? Ну, я думаю, что то, что вы здесь оказались, в Соединенных Штатах, и то, как вы здесь оказались, и то, что вы уже успели пройти помимо этого всего, я думаю, что у него было уже много возможностей там понять. Я скажу, что благодаря ему мы здесь оказались. Но вы же ему не говорили там «да ты что, да ты с ума сошел, да куда же мы?» Не было такого? Поначалу, конечно, были. Были прям даже чуть ли не вопли с моей стороны, что может быть как-нибудь и как-то все обойдется. Потом я просто поняла, что уже другого варианта для нашей семьи нет, тем более, что у нас тогда был пятилетний ребенок, надо было как-то... А мы еще молодые, нам тоже хочется пожить. Конечно, а вы и сейчас молодые, что-то. Вы еще долго молодым будете, мне кажется. Да. Ну, вы если почувствуете себя, что уже не такие молодые, вы сразу ко мне, а рядом со мной вы всегда можете молодые. Вы нас научите, да. Я имею в виду, что зависит от того, кто смотрит. Потому что есть люди там... Я не знаю, вот у нас сотрудники 50 лет исполнили, 50 лет, мы говорим, что такое 50 лет? А вот нам там больше и мы так в общем даже не понимаем, что за проблемы такие. Совершенно. Конечно. Дальше. Ну что же, хорошо, Анечка, спасибо большое. И я думаю, что мы на самом деле совместными усилиями пытаемся сделать так, чтобы какие-то люди, даже один человек, может быть раз, и вдруг жизнь изменилась, правда? И это может измениться в таком прямолинейном ключе, вот, как, допустим, человек говорит, а я тоже пойду учиться, там давно хотел, а мне говорили, не ходи, вот, я вижу, что можно. Это может быть в каком-то другом аспекте, это человек, ну вот просто он поверил в свои силы, или там вот он говорит, мне там про другое говорили, что у меня не получится, я все равно пойду, и в него получат, потому что в том, чтобы получилось, самое главное пойти. Какие у тебя таланты и способности не были, но если ты не пошел, вот, ну так, значит, и не пошел, и остался там, где был. Просто встать, на старт, для начала. Ну, это важно очень, это очень важно, конечно, но хотеть надо, понимаете, и верить надо, и делать что-то надо, любой из этих компонентов, если его нет, то ничего не будет. Верить, это я правильно сказал, основной ингредиент. А если ты не веришь, ты делать не будешь, или будешь так делать, что же лучше бы и не делать? Да. Конечно. Ну, хорошо, Анечка, спасибо большое, значит, передавайте привет вашему супругу. Я вот, хотел на нее посмотреть, я чувствую, такая парочка, пусть здоров, так, ударная. Вот, и... Ну, хотел и в вашей школе учиться, и были такие планы, но, ему просто повезло с его первым работодателем, и он там же и продолжает работать, поэтому, нашел себя в другом. Отлично, отлично. Мы же на самом деле, так, как комитет по чрезвычайным ситуациям, там, но если уже, действительно, вот как-то человек подвис, там, и все, а так путей же много. Отлично, конечно. Надо просто дать, дать вещам произойти в своей жизни, то есть, многие люди, у них ничего не происходит, потому что они не дают этому произойти, они говорят, это не мое, это я не могу, это ниже моего достоинства, здесь, там, и вот он себя забором таким огородил, и ничего не происходит, и он к нам попадет, тоже ничего не произойдет, знаете, и сразу с забором пришел. Все, солнышко, давайте мы с вами прощаемся, и нашим зрителям передаем привет, и чтобы все у них получалось. Хорошо? До свидания. До свидания.